Дмитрий Аграновский 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 Это причина, по которой эти заработные платы должны повышаться. Либо экономика должна расти, производительность труда должна расти, либо мы должны, если не получается, то просто напечатать денег, для того, чтобы им раздать и увеличить инфляцию. И, собственно говоря, мы ничего этим делом не достигнем. Вопрос, заработная плата чья? Да. Потому что мы знаем, что сегодня уровень доходов 20 миллионов человек находится ниже черты бедности. О них речь? Или речь идет о тех, у кого достаточно высокая заработная плата и сейчас? Если говорить, скажем, о высококвалифицированных рабочих, те, которые работают на станках с числовым программным управлением, инженеры, которые занимаются проектированием при помощи электроники и так далее. Их средняя заработная плата сегодня меньше в два раза, чем, скажем, средняя заработная плата работников банковских структур. И мы все прекрасно понимаем, что на сегодняшнюю инфляцию в большей степени влияет заработная плата вот этой категории населения. Те, которые и так получают большую заработную плату. Поэтому то, что сказали, в течение 10 лет будет повышена заработная плата, не сказав чья, это, конечно, определенное лукавство. И я думаю, что, во-первых, срок такой достаточно длительный, порядка 10 лет, и не сказав чья, это очередная предвыборная, так сказать, уловка. Потому что такого рода уловок мы видели достаточно много. Вы помните, наверное, когда перед федеральными выборами договаривались с торговыми сетями, чтобы они не повышали цены в магазинах. Мы видели, как откладывали повышение цен или тарифов жилищно-коммунальных услуг за сентябрь месяц, за единый день голосования. Кстати, в этом году даже этого не смогли сделать. То повышение цен на горюче-смасочные материалы, на бензин, на дистопливо, которые можно было остановить, которые выросли за 8 месяцев этого года на 60% в среднем. Ужасно просто выросли. В среднем. Даже это не могли повлиять, потому что занимались какими-то другими делами. Владимир Николаевич, ну а вы что об этом думаете? Вот эта экономика высоких зарплат, так называемая, это действительно просто предвыборный шаг. Потому что, конечно, хотелось бы попасть в эту экономику высоких зарплат. И на ваш взгляд, вот нам говорят, что зарплаты должны расти пропорционально производительности труда. С одной стороны. С другой стороны, у нас в России труд просто катастрофически недооценен. И надо просто повышать зарплату даже при той же производительности труда. Ну, смотрите, на самом деле здесь я, наверное, продолжу мысль предыдущего докладчика. А чей труд недооценен? Я вот знаю, информация проходила у нас в прессе, что некоторые работники в день получают по несколько миллионов рублей. И даже несколько десятков миллионов рублей. Можно ли сказать, что труд этих работников недооценен? Наверное, у них оттенка труда, ну, мягко скажем, для них лично все в порядке. Что касается того, что должно расти быстрее, производительность труда или зарплаты. И вот здесь момент, который принципиально важный. Вот мы, опять-таки, постоянно в плену лозунгов живем. Безусловно, если у вас зарплата будет расти быстрее, чем производительность труда, то, мягко скажем, ваш труд будет рано или поздно никому не нужен. Это однозначно так. Другое дело, что принцип труда, как правило, зависит от двух вещей. Это от загрузки и ритмичности загрузки производства и от степени модернизации инновационного производства само по себе. Значит, мы заметили, вот выросли же заклады сейчас на производствах. И у нас на заводе выросло. Почему? Потому что загрузка на производство увеличилась. Как следствие, у нас появилась возможность за счет более полной загрузки мощностей у нас поднялась производительность. Почему? Потому что если у нас количество человек выросло на 15% на заводе, а объем производства вырос почти в два раза, то, соответственно, у нас появилась возможность увеличить зарплату людям. И мы это, безусловно, сделали. Тем самым привлекая дополнительные кадры. Но, с другой стороны, бесконечно увеличивать загрузку старого оборудования нельзя. И возможности по получению производства труда – это покупка нового современного оборудования. А здесь мы с вами опять и опять натыкаемся на ставку рефинансирования, которая не позволяет, в принципе, заниматься инвестициями в модернизацию производства. Но даже если бы кто-то созрел и сказал, ладно, несмотря на что мы покупаем новую станку и оборудование, вам все равно на это дело денег не дадут. Даже если вы согласны покупать дорогие станки по дорогим кредитам, вам денег в банки не выдадут. Потому что сами банки говорят, ребята, по этим процентам, по этим кредитам отдать их невозможно. Это мы вам как банкиры говорим, невзирая на то, что у нас глава Центробанка как бы самая главная банкиша. Мы как банкиры говорим, длинные кредиты инвестиционные мы вам давать не будем, даже если у вас будут залоги, потому что их невозможно окупить по этим ставкам. И дальше возникает вопрос, если производительность труда поднять нельзя из-за того, что вы, ну там, страна сдерживает процесс инвестиций в модернизацию своего производства, а зарплату повышать надо, потому что он на местах недооценен. Дальше возникает вопрос, а если вы не даете возможность модернизировать предприятия, если вы с помощью финансово-экономических управляющих структур России уничтожаете и снижаете уровень технологических инопроизводств, и при этом повышаете зарплату, требуете, то вы, по сути дела, на уровне государственных программ загоняете промышленные предприятия в банкротство неизбежное. Чудес ведь не бывает. А зачем это делается? Тут даже с точки зрения предвыборной программы, мне кажется, странная вещь. Но есть еще один момент, безусловно, на мой взгляд. Скажите, а вот на зарплату нянечки в детском саду каким образом должна воздействовать ее производительность труда? То есть в данной ситуации она просто получает мало. И без всяких вариантов на то, чтобы получить больше. Почему? Потому что, чтобы больше получить, нужно найти источник того, чтобы больше получить. А чтобы больше получить этот источник, надо доходы бюджета обеспечить. А доходы бюджета невозможно обеспечить, если вы не позволяете расти экономике. А расти экономике вы не позволяете, сдерживая ее развитие высокими ставками финансирования и, безусловно, странной политикой Центрального банка России, который нам объяснил, что рост ВВП свыше 1% для России является основанием признать экономику России перегретой и необходимость после этого ее остужать со всеми вытекающими последствиями для тоже нянечки в детском саду. Но это так, если коротко. И давайте я предлагаю послушать, что о повышении зарплат капиталистами говорил Иосиф Виссарионович Сталин. По-моему, что называется, не в бровь, а в глаз. Никогда вы не заставите капиталиста наносить самому себе ущерб и согласиться на меньшую норму прибыли во имя удовлетворения народных нужд. Иосиф Сталин. Иван Иванович, ну совершенно очевидно, что российский капиталист, можно за него ручаться, как говорится, не пойдет по-хорошему на повышение зарплат. Но вот мы смотрим, демографическая ситуация катастрофическая, об этом уже говорят и в правительстве, плюс мобилизация, плюс довольно большое число работоспособного населения уехало, плюс с мигрантами все не так хорошо для промышленности, как совсем недавно было. По идее, стоимость рабочей силы должна повыситься, но что-то как-то мы этого не видим. Ну вот как раз то, что сказал Сталин, и происходит. На самом деле нормы прибыли, которые получают основные наши капиталисты, связанные прежде всего с экспортом сырья, то есть народного достояния, она завышена. И завышена в разы. И в нормальной экономике вот это вот превышение, оно распределяется по всем. Через разные механизмы, опять и налоговой, и социальной поддержки, у нас никто об этом не задумывался. То есть у нас совершенно нормально считается, например, что у экспортера, например, удобрений или, скажем, нефтепродуктов, рентабельность по ЭБД достигает 40-45%. То же самое, например, касается и пшеницы. Вот экспорт пшеницы дает вот такую рентабельность. 45% это выше, чем проституция, выше, чем... Кстати, я знаю, как живут рабочие в Соликамске, где как раз эти удобрения добывают. Или в сельском хозяйстве опять работники. И вот этот механизм не работает в стране. И никто как бы не думает о том, как его налогить. Его налогить можно. Понятно, что это не повернуть тумблер. Понятно, что это не произнести слово с трибуны. Но на самом деле уже задан последний год или последние полтора года, задан такой, скажем, норматив. Нормальные работающие 200 тысяч. Ну, это участники СВО, опять, контрактники. На самом деле это те же самые люди из хозяйства. И вот этим задана как бы планка. Ну, это так, более-менее. Ну, более-менее, да. С другой стороны, опять, очень многие экстрасные программы, они фальшивы. То есть, вы помните, мы принимали решение о том, что учителя должны получать больше, чем средние, там, на сколько-то. Вот. Опять, спросите реального человека. Доступны те цифры, которые были обещаны? Нет, недоступны. Может быть, главные врачи получают и больше. Вот. Но это опять несовершенство механизма. Плюх тому лукавый вопрос о производительстве труда. Все время так пытаются нам как бы намекнуть на то, что производительность труда в стране низкая. И поэтому зарплата низкая. Нет, неправда. Производительность труда измеряется в зарплате. На самом деле это сходные, параллельные показатели. Была бы зарплата, например, в 5 раз выше, ну, вот опять, от 40 до 200, как у контрактников. Все-таки реальный уровень, опять, той же самой нянечки, тех же самых простых и малоквалифицированных рабочих, это в районе 40, ну, 30-50, вот в этом диапазоне. Была бы она выше, производительность труда была бы выше. Не потому что они... Они работают, как все. В мире в целом люди работают одинаково. Наши люди работают не меньше, не хуже. Наши люди по часам работают больше. По рабочим дням работают больше. И с этой точки зрения просто речь идет о том, что никому не надо об этом заботиться. Достаточно раз в 5 лет опять сказать, что будет 2 500 на каждого. Мы помним эту сумму. Достаточно сейчас сказать, что нам нужна экономика высоких зарплат, и делать ничего не надо. Алексей Сергеевич, а есть ли у государства деньги, чтобы платить высокие зарплаты? Нам говорят, что денег государства мало. Сейчас вот увеличиваются расходы на оборону, но это правильно, почти до 11 триллионов рублей. Но такое впечатление, что деньги-то все равно у государства есть, но не про нашу честь. Слушайте, ну, в условиях СВО было бы странно не увеличивать расходы на оборону. Но здесь, знаете, единственное, коллеги по оппонирую, зерном-то все не так хорошо, потому что мы его вывезти не можем. Хочу напомнить, что мы в посевную вошли, по оценкам зернового ЗАЮ, с запасами 30 миллионов тонн зерна. Еще с предыдущего урожая. Потому что у нас внутреннее потребление 70 миллионов тонн. То есть у нас мы вошли с половиной, собственно говоря, годового потребления запасами. Безусловно, деньги государству делать не так сложно, потому что мы сейчас можем, учитывая, что мы все равно зависим от экспорта, мы можем сейчас еще чуть-чуть отпустить курс и, соответственно, увеличить поступления рублевые от экспорта сырьевых товаров. Мы можем что-то напечатать, но это не решение проблемы. То есть все эти действия в итоге ведут к разгону инфляции. Тут даже вынужден был признать Орешкин. У нас ключевая проблема, то, что у нас выдвигаются лозунги экономика высоких зарплат. До этого был лозунг экономика впечатлений или еще что-то в таком духе. Вопрос-то в другом. Вопрос в том, что у нас не мы не повернулись к своему реальному сектору экономики. Понятно, что сейчас во многом колоссальнейшие ресурсы идут по линии ВПК, вливаются деньги, платятся зарплаты, выплаты мобилизованным, социальные выплаты и так далее. Тем, кто находится в зоне специальной военной операции, их семьи. Но это не приводит к росту реальной экономики. То есть, это, как мы видим, и это очевидно даже, как ни странно, для финансово-экономического блока. В итоге к инфляции. Нам нужно развивать внутреннее производство. Для того, чтобы развивать внутреннее производство, нам нужен дешевый кредит. Значит, и нам нужна несколько иная налоговая система. Потому что мало кто говорит о том, что одним из ключевых факторов сдерживания роста реальных заработных плат является существующая налоговая система. Потому что, давайте с вами трезво понимать, у нас все считают, что у нас подоходный налог 13%. А при этом все благополучно умалчивают налог с фонда оплаты труда, который еще более 30%. В сумме это получается более 40%. То есть, это существенный фактор сдерживания увеличения заработной платы. То есть, вы закладывая увеличение заработной платы, учитывая, что у нас налоги платит работодатель, должны закладывать и эти расходы, которые крайне чувствительны. Экономят на трудящихся. Конечно. Об этом умалчивают. Соответственно, без роста реального сектора производства. Без роста его экспортно-ориентированности. Особенно в сельском хозяйстве. Тем более, у нас сейчас потенциал колоссальнейший. Сергей Георгиевич был губернатором Иркутской области. Он знает, как поднимать сельхозку. У него это просто блестяще получилось. Когда со всей Сибири инвесторы в Иркутскую область убежали чохом просто за счет тех условий, которые он им создал. Он прекрасно понимает, что у нас рядом есть колоссальнейший рынок Китая по экспорту продовольствия. И если, при том, что Китай является крупнейшим импортером продовольствия в мире, Китай продовольствия закупает на 220 миллиардов долларов. У нас весь экспорт 40. То есть, даже если мы сейчас, как нам говорят из всех утюгов, действительно сделаем разворот на Восток и просто начнем продавать свою сельхозпродукцию. В Китае мы получим существенный рост в тельском хозяйстве, существенную занятость, рост заработных плат, поступление в бюджет как за счет налогов, так и за счет таможенных отчислений. И импульс всем смежным отрастям. Это вам и удобрение, и машиностроение, и развитие инфраструктуры. Но у нас же почему-то этого не происходит. Соответственно, если мы говорим об экономике высоких зарплат, то экономика высоких зарплат возможна только за счет экономики внутреннего производства и опоры на собственные силы. Сергей Георгиевич, конечно, экономика высоких зарплат это очень здорово. Я вот сам сижу и думаю над этим. Но у нас же действительно... Считаю, наверное, потом деньги в будущем кармане. Да, да, да. Рабочая сила ужасно недооценена. Но вот тоже говорят, что это упирается в деньги. Но мы, коммунисты, много лет предлагаем бюджет с доходной частью в 42 триллиона рублей. И когда нас спрашивают, где найдете деньги, предлагаем конкретную программу. Как раз вспомнили про Иркутскую область. Вы же на практике показали, когда были губернатором, что это возможно. Можно увеличить бюджет 2,5 раза. То есть, какова суть наших предложений? Ну, во-первых, если ссылаться на опыт работы в Иркутской области, то первое, с чего я начинал, это начинал с себя. Потому что область я принял в очень сложном, мягко говоря, финансовом положении. Примерно треть государственный долг составлял от бюджета, от доходной части бюджета. Огромные долги разного рода поставщикам. И электроэнергии, и тепла, и транспорт, и так далее. И у муниципалитетов, и у областного уровня. И первое, с чего я начал, собрав коллектив, сказал, что, вы знаете, я считаю, что мы с вами получаем незаслуженную заработную плату. Мы с вами, как управление регионом. И начал с того, что на 10% уменьшил заработную плату и у себя, и у правительства, и у министерств региональных. Значит, я сказал, что я пришел из промышленности, из экономики, и считаю, что мы с вами должны зарабатывать эту заработную плату. И, кстати, пообещал, что через какое-то время, когда мы выправимся, а мы обязательно выправимся, значит, я эту заработную плату верну. И плюс еще и будут премии, если будут выполняться целевые показатели. Второй момент. Вы знаете, сегодняшнее наше чиновничество, многочисленное чиновничество, оно получает высокую заработную плату. И количество разного рода чиновников и обслуживающего персонала больше, чем в Советском Союзе. И они абсолютно не привязаны к реальной жизни, к реальным показателям, реальным результатам, реальным доходам народа или большинства населения. Поэтому я объявил, что мы переходим от вот этих вот показателей, которые справочки писать и национальные проекты, к конкретным результатам. Поэтому составляем антикризисный план, где пунктом номер один снижение зарплаты самим себе и, соответственно, и всем остальным. Кстати, я стал получать меньше, чем некоторые мэры городов и районов, которые приходили, выпрашивали бюджет, дотации разные, а потом платили себе любимым. У меня появилось полное основание сказать, что вы же, ребята, делаете. Я вам даю дотации, а вы выплачиваете себе и рядом стоящим заработную плату. Поэтому и здесь начала оздоравливаться ситуация. Сделали антикризисный план, который мы за полгода выполнили. И потом пятилетка. Пятилетка, которую мы больше года разрабатывали, согласовывали и так далее. Там были конкретные показатели. Через год нужно сделать вот то-то, через два вот это, через три вот это. И конкретные ответственные. И кто за что отвечает. Муниципалитет за это, область за это. И если там нужна федерация, то область, естественно, отвечает и за то, чтобы наладить контакт с федерацией. Чтобы там было софинансирование или какие-то разрешения и так далее. Это очень непростое дело. Особенно в нашей сегодняшней ситуации увеличивать бюджет в два раза. Показатели все увеличить. Но начинать нужно с себя. Владимир Николаевич, если взять для примера Москву. Нельзя сказать, что московские власти ничего не делают. Они поощряют создание в столице так называемых промышленных кластеров на базе бывших промышленных зон. И вот сейчас промышленности занят около 400 тысяч человек. Конечно, для многомиллионной Москвы и Московской области это совсем немного. Но, тем не менее, это намного больше, что называется, чем ничего. Но если посмотреть на наши регионы, складывается такое впечатление, что все это зависит, в хорошем смысле слова, от самодеятельности губернатора. То есть, кто развивает промышленность, кто-то молодец, кто-то, может быть, не развивает. А есть ли у государства в целом единая промышленная политика, применительно ко всей стране? Хороший вопрос, на самом деле. Здесь в одном вопросе слишком много спорных вопросов. Ну, сначала по Москве. С точки зрения того, что мы видим в Москве. 400 тысяч рабочих мест в Москве якобы в промышленности. Но, если верить руководству Москвы, то сегодня ВВП региональной Москвы составляется в рамках ВВП России до одной четверти всего ВВП России. Это ВВП Москвы. И если мы считаем, что 400 тысяч работников промышленности, это нормально для одной четвертой ВВП России, это уже говорит о том, о структуре нашего ВВП в стране, в принципе. А напомню, что на территории Москвы и пригородов могут разместиться спокойно следующие такие города целиком, как Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Комсамара, Ростон-на-Дону, Уфак, Ростноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Краснодар и Саратов. Это я назвал те города, которые на территории Москвы и пригородов могут разместиться. И когда мы говорим про 400 тысяч, сразу надо сказать, что, ребят, давайте не будем про Москву как промышленный центр вообще ничего вспоминать. Вот тут мы с вами попадаем сразу в региональную стратегию. Дело в том, что в соответствии с указаниями наших, сказать, властей, каждый регион должен иметь свою стратегию развития. Понятно, да? Вот сколько у нас в стране есть регионов, каждый из них должен иметь свою стратегию развития. Эта стратегия развития региона никак, на самом деле, не увязана ни со стратегией развития своих соседей, ни со стратегией развития страны. Кстати говоря, нет общей стратегии промышленной политики в стране. Поэтому у каждого областного или другого регионального телевизионного образования есть своя конкретная стратегия. Более того, эти стратегии очень часто между собой очень конкретно и сильно конкурируют. Устраивая целые серьезные сражения за субсидии из федерального центра и за раздел рынка. То есть, по сути дела, области и края превратились между собой не в единый хозяйствующий комплекс, а в конкурирующие между собой территории экономические. Я скажу так, конкуренция в экономике между странами рано или поздно приводила к горячим войнам. И для меня возникает вопрос. Скажите, тот факт, что в стране нет единой промышленной политики, а есть утвержденные стратегии 86 регионов страны, которые конкурируют между собой, это не попытка случайная кого-то организовать некоторое недопонимание и работы шатания между регионами страны с будущей фрагментацией. Поэтому ваш вопрос, на самом деле, он настолько серьезно требует раскладки, что когда в него заходишь с головой, у меня возникает серьезное подозрение, что это не случайная ошибка, а четко спланированная операция, с целью которой это еще один кирпичик в дело тех, кто планирует фрагментировать Российскую Федерацию со всеми вытекающими последствиями. Сергей Георгиевич, мы понимаем, что наводить порядок на рынке труда надо системно и последовательно, и меры предлагаются нами разнообразные. Например, что выпускник вуза или колледж должен быть обеспечен первым рабочим местом, должно быть распределение на рынке труда, это коммунисты предлагают. То есть мы предлагаем некое планирование, тогда и будет рост зарплаты, как в советской экономике. Какова вообще суть наших предложений? Спасибо, но прежде чем говорить о рынке труда, я все-таки хотел бы немножко продолжить то, что сказал Владимир Николаевич. У нас действительно есть немало документов по развитию на уровне регионов Российской Федерации. Но в то же самое время есть стратегии развития и Российской Федерации в целом. Есть стратегия пространственного развития, есть, если говорить об отраслях, стратегия развития энергетики и так далее. Другое дело, что все эти документы, они для того, чтобы не руководствоваться ими, а поставить на полку. И там, если вы сейчас такую полку себе представите, их очень много. Очень много, но на них никто никогда не обращал внимания и сейчас не обращает. Поэтому в этом еще самая главная проблема, что они, во-первых, находятся в виде, по сути дела, прогнозов. А за прогнозы никто никогда не отвечал, да еще в нескольких вариантах. Во-вторых, из этих стратегий не получается никакого конкретного планирования. Никто этим делом практически не занимается. Несмотря на то, что по инициативе нашей фракции принят закон Государственной Думе о стратегическом планировании. Там требуется еще ряд подзаконных актов. Это никто не обращает внимания. И достаточно большое количество, опять же, возвращаясь, национальных проектов, государственных программ. Это тоже вроде как такие квази-документы планирования. То же самое относится и к рынку труда. Потому что рынок труда, не очень мне приятно так называть. Я думаю, что это просто распространение слова «рынок» на некоторые сферы, которые не должны быть распространены. Как, например, медицина, образование. Рынок образовательных услуг. Да, совершенно верно. Этого нельзя допускать. Отношение такое к образованию, к медицине, да и к многому другому. Дело в том, что не только мы не распределяем, куда нужно. Даже тех, которых специалистов производим. Мы их и не планируем. Поэтому каждое высшее учебное заведение имеет определенный план. Где за счет бюджета они там какое-то количество студентов и потом будущих профессионалов выпускают. Но существовать высшему учебному заведению на вот это небольшое финансирование со стороны государства невозможно. Поэтому они и ищут, как же все-таки еще подработать и выпустить каких-то других специалистов. И у нас уже долгое время в стране, уже не годы, а десятилетия, большое количество хорошей профессии, но оно так и есть. Экономисты и юристы. Никто, никакой в ВУЗ не сможет сказать, а что же нужно региону или стране в целом. Они заботятся о том, чтобы сами выживали. А выживают таким образом, что образовывают учения профессиям, которые, может быть, даже никогда по традиции в этом ВУЗе и не обучались. Никогда. Технический ВУЗ берется за тех же самых юристов и экономистов. Понятно, какой уровень, но тем не менее, они учат, они получают необходимые средства для того, чтобы выживать. А потом бросают этих людей просто-напросто без возможности куда-то устроиться. Здесь полный кавардак и отсутствие планирования. Поэтому и мы с вами на сегодняшний день уже начали испытывать, что технических специальных, инженерных специальностей многих уже сегодня не хватает. И то, так сказать, ощущение, что можно с этого рынка труда в любой момент, чуть-чуть увеличив заработную плату, так сказать, получив специалистов, не получится. Не получится их уже в принципе нет. Сергей Георгиевич, спасибо за участие в нашей программе и ждем вас снова. Алексей Сергеевич, что хотели добавить к словам Сергея Георгиевича? Ну, я бы хотел добавить в первую очередь к словам Сергея Георгиевича, а во-вторых, Владимира Николаевича Баглаева. Что такое планирование? Планирование – это когда ставится плановая цель по достижению каких-то показателей. Соответственно, планирование подразумевает результат этой деятельности. А результат этой деятельности подразумевает ответственность. Соответственно, то, что Сергей Георгиевич обозначил, что у нас пишутся стратегии, планы, потом ставятся на полку. С них иногда даже смахивается пыль, возможно, но это не точно. Значит, любое планирование должно подразумевать результаты деятельности. А результаты деятельности должны подразумевать ответственность. Вот это вот ключевой момент. Давайте, дорогие друзья, я вас познакомлю с результатами голосования, которые мы на нашем сайте провели. И вот такой вопрос поставили. С чем вы связываете свое материальное благополучие? С высокой зарплатой связывают 17%, с запасом личного имущества 25%. Социально-экономическая система страны только 52%. И затруднились ответить 6%. Вот Алексей Сергеевич, а как бы вы на этот вопрос ответили, вообще как бы прокомментировали? И вдогонку, что называется, зарплата зарплатой, но сколько зарплата не растет, если цены растут опережающе, то мы все равно становимся бедными. Нам говорят, что инфляция в 2023 году составит выше 7%. Точно выше. Это вот видно по тому, как мы ходим в магазины. И не кажется ли вам, что вот этот рост цен, он опережает рост зарплаты? Он, безусловно, опережает рост заработных плат. Но, как, знаете, сказал один очень хороший промышленник, надо бояться не расходов, надо бояться отсутствия доходов. То, что мы находимся в достаточно сложной ситуации, под беспредоседентным давлением, идет специальная военная операция, значит, это, безусловно, у людей вызывает потребность создавать какие-то запасы. Тревожность вызывает. Да, увеличивает тревожность и, соответственно, запасы личного имущества, какие-то, возможно, финансовые запасы тех, кто формирует. Но у нас, понимаете, у нас умный, трудолюбивый, талантливый народ. И люди прекрасно, вот результат показывает, что более половины опрошенных понимают, что невозможно без нормальной экономической системы с опорой на внутреннее производство, с опорой на свои силы, на способность производить продукцию, зарабатывать деньги, планировать, достигать целей планирования. Значит, и без перспективы жизненной, а жить невозможно. Невозможно жить без будущего. Соответственно, а будущее нам устойчивое какое-то, понятное будущее и веру в завтрашний день нам может только дать социально-экономическая система, основанная на собственных силах, основанная только на развитии внутреннего производства. Иван Иванович, вот ту тему, которую вы уже затронули, тут как-то я читал опрос в интернете, социологическое исследование, какую зарплату себе люди хотели бы. Вот, например, люди с высшим образованием в среднем хотят примерно 177 тысяч. В некоторых отраслях, скажем, индустрии красоты 250 тысяч. А вот вы совершенно правильно сказали, что некоторое представление, может быть, о средней зарплате дала специальная военная операция. 200 тысяч, это я бы не сказал, что уж шибко много-то вообще-то. Но мы видим, что средняя зарплата официальная, по стороне 70 тысяч. Причем, мне кажется, в провинции в абсолютном большинстве и близко ничего похожего нет. Ну, как можно жить с такими зарплатами? На самом деле, у окружающих зарплата не растет. И с этой точки зрения говорить о том, что ожидания завышены, вот те, которые вы назвали, нельзя, потому что они тоже достаточно скромные. Вот обратите внимание, это не выше 2000 долларов в месяц, о которых вообще мечталось 10 лет назад. И всегда здесь вопрос как бы яйца и курицы, что сначала. Но мне понятно, почему зарплату не повышают и почему как бы не хочется это делать. Потому что существенная часть экономики опять, это государство. У государства бюджет ограничен объективно в том виде, как он есть вот в этой системе и создается. Оно не может это сделать. Плюс к тому, если, например, начнет резко расти зарплата, и мы попадем в мир опять высоких зарплат, о котором говорит президент. Сразу возникает вопрос, а что быть с 40 миллионами пенсионеров-то? То есть, у работника, значит, 200, а у пенсионера 19, как в Москве. Есть и меньше. Пенсия – это отдельная трагедия. Да, и об этом, и вот этот вот фактор как раз приводит к тому, что, собственно, ничего в этой части не делается. Получается, на самом деле, что вот эти вот заявления, которые были сделаны, это говорильня. Это предвыборное говорильня и, как бы, такое вот просто создание благоприятной какой-то среды. Что, да, вот сейчас, как бы, война, сейчас там не очень хорошо, но в целом вообще будет отлично. Хотя, на самом деле, никто не говорит, как будет, когда будет, кто это сделает, и что будет с теми, которые это не обеспечат. И здесь возникает опять вопрос ответственности. Вот что мы точно потеряли в новой вот этой экономической среде – это вопрос ответственности. Можно все. Если не пришел прокурор, то ради бога. Но прокурор к таким вопросам не приходит. Владимир Николаевич, ну, вот из мира виртуального, экономики высоких зарплат, к миру реальному. Вот сейчас складывается, я бы сказал, катастрофическая ситуация с ценами на бензин. И правительство пытается что-то делать. Вот, например, запретили экспорт бензина и дизеля. Пока это никак не сказалось в массе своей. Я просто езжу, когда сдачу, я специально фотографирую вот эти заправки. Цены все продолжают расти. Но, тем не менее, какие-то меры хотя бы начали принимать. Дальше министр решетников предлагает поддержать национальную валюту. Там готовится что-то в области валютного контроля. Опять же, тот же решетников говорит, что некая должна быть мембрана между внутренним и внешним рынком рублей. То есть, в общем, правительство о чем-то говорит, о чем-то задумывается. Но, может быть, надо действовать быстрее, решительнее. Потому что ситуация, вот как с тем же бензином, ситуация развивается стремительно. Буквально за какой-то месяц мы оказались в совершенно новой реальности. Ну, опять-таки, интересный вопрос. Значит, из того, что вы сказали. Вы сказали, что, в принципе, некоторое ранее наблюдавшееся единство среди тех, кто управлял нашим квитоденежным блоком финансовым, оно теряется. Теперь вот решетников обозначил, что есть проблемы. То есть, ситуация, в которой завели страну действующая квитоденежная система и финансовая, так сказать, прослоечка чья-то, она настолько сейчас очевидно не соответствует требованиям сегодняшнего дня, что даже признанные либеральные, так сказать, экономисты начинают говорить о том, что, наверное, что-то надо делать. Надо как-то местами отходить от тех или иных либеральных принципов, иначе стране будет очень плохо. Но здесь два момента. Первый момент. Разговор о том, что и раз начались споры, то, возможно, что-то изменится. Я в это сейчас не верю. Почему? Потому что на прошлогоднем форуме в Санкт-Петербурге, если вы помните, тоже были споры между представителями, скажем, первый вице-премьер Белоусов, входил в те или иные споры непосредственно с политикой Центрального банка. И все надеялись, что предложения, разумные предложения Андрея Белоусова будут поддержаны, и они найдут отражение в тех или иных решениях как правительства, так и непосредственно финансовых властей страны. Но по факту получилось, что руль остался в руках Центрального банка со всеми вытекающими. Поэтому на тот вопрос, что что-то делать надо, я согласен. Я только не понял другое. А кто принимает решение о том, что что-то делать надо? И вопрос, если мы не решаем, то есть о чем сейчас вот и Алексей Сергеевич говорил, ответственность. Ответственность чья? Вот чья ответственность за то, что не принимаются необходимые решения? По сути дела, мы где-то сами в том виноваты, что, и, наверное, в этом есть некоторые, в этом логика, что сейчас наиболее очевидное место, где принимаются враждебные для страны решения в плане стратегии развития и финансового суверенитета, это, конечно, Центробанк России. Сегодня в этом все больше склоняются к этому даже либеральные эксперты. Но решение по смене этой парадигмы никем не принимается. И дальше возникает вопрос, а чья это зона ответственности? И, честно сказать, говорить о том, что, Валерий Николаевич, а вот как, а вот что? Подождите, вот и вы сказали про кризис топлива, а как мы из него выходим? Мы какой-то другой закон, мы приняли, нет, мы ничего не приняли. Мы приняли какие-то другие нормативные акты. Нет, в ручном режиме на какой-то период принято какое-то решение. То есть мы остались работать в старой парадигме, в старых нормативных актах, старой либеральной позиции. То есть просто когда уже совсем палка перегнулась, в ручном режиме чуть-чуть подкрутили тот или иной регулятор, не поменяв ничего в системе совершенно. А раз так, то в будущем эта система даст не один такой же сбой, и может быть не два. И эти сбои, возможно, придут в серьезные последствия. Вот мы уже месяца три очень подробно, уже все, даже из силуанов и решетников, говорят о том, что необходимо заняться какими-то мерами по контролю за курсом рубля, валютным регулированием. И что? А вот они для кого? А никому? Это люди высоких доносей. Они кого попросили о том, что пора что-то сделать в этом направлении? А кто судья в этом споре? И кто с кем спорит? У меня такое ощущение, что судья в этом споре не находится на территории нашей страны со всеми вытекающими последствиями. И ладно бы там так было, оно так и есть. Но в мирное время куда ни шло. Сейчас идет специальная военная операция. И Россия находится в очень непростом отношении, в том числе финансовом. Потому что затяжная специальная военная операция, противостояние ресурсов, это противостояние экономик. И сегодня любой, кто наносит ущерб экономической стабильности в стране или развитию, это не человек, который ошибается. Это человек, который достоин других определений. И вот для меня никак не доходит. А где вот та мера оценки действий или бездействий, как угодно назовите, которая должна, в общем-то, уже возникающие споры в самом правительстве, довести до какого-то уровня, когда будет принято решение, что да, наверное, на кое-где, кое-чего пора чего-то менять. Раз по-старому не получается. Но я не вижу никаких намеков о том, что в этот спор кто-то вмешается с правом изменить вектор развития или тренды. Вообще-то экономика сырьевого придатка, которую мы успешно построили, высокие зарплаты для массы населения и не планировались. Планировалось 15... Для обслуживания трубы достаточно 15 миллионов населения, про которые говорила Маргарет Тэтчер. А для того, чтобы обеспечить реально экономику высоких зарплат, тут надо всю систему менять. А с вами была программа «Точка зрения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин